Друзьяки, всем привет! Значит, хочу быстро сделать маленький отчет. Сегодня убирали кабанчика. Ну, сейчас туда пойдем, объясню. Убирали кабанчика для себя. И зважили его. И зважили, хочу показать вам результат. Зважили моего 7-месячного одного из них. Сегодня, ну, открыли сезон на 7-месячный. Чего эти все намечены карандашами, красными маркерами, того, что их вчера всех глистогонили. И чтобы никого не пропустить, кольнули, мазнули, кольнули, мазнули. И так всех по очереди. Оце уже второй раз проглистовали. Все, им уже пішел четвертий месяц нашим жужмаликам. Отдыхай, дверь открывай, потому что сонечко, тепло, хорошо. Думаю, хай дыхайте. И там открыв посередині двери. Думаю, хай тоже. Так, тут у нас что? Тут у нас потихоньку дело и дело двигается. Тут, а ця пшеничка, бачите, уже сколько забралося. Ось, я тільки, тільки недавно зробил оцей ящик и начинала. Вона была аж по оттуда. Ну, почти до тента. Тут на входе лежала куча. Ось оттуда, біля оцей бочки, а тут была, начиналась куча. Бачите, уже сколько немає. Так незаметно, незаметно иде нормально. Ну, а так все, як і всегда. В ангарі хорошо, прекрасно, сухо. И птички вон летают. Бачите? Два голуба сизих. Короче, а так. Идем дальше. Покажу вам, кого мы выбирали и из какой партии. Бо то же мне писали, ты зваж, а тогда рассказываешь, что 7 месяцев в 200 и больше килограмм. Ну, это ты рассказываешь, это сказки такого, будь не может. Ну, и так дальше и тому подобное. Значит, под видео перейдете по ссылке и я закреплю в комментариях. Зроблю в комментариях, тоже верхний закреплю. Там тоже будет ссылка на зваживание. Я попросил Игоря Миколаевича. Він пришел, поміг мені вивезти, заделать его и разделать его. Так, тут получается, было сегодня 6 штук. Осталося 5. Это им 7 месяцев и 1 день. Вот это они. И вы зайдете по видео, подивитесь, кто не может зайти, ну, нема аккаунта, не созданный аккаунт, не может глянуть, я вам и так скажу. Мы взваживали на весах без крови 202 килограмма. Ну, понятно, живый вес был минимум 210 килограмм. 7 месяцев и 1 день. Пожалуйста. Вот они. Ну, что тут видно? Здоровый. А это еще больше. И мы взяли не самого здорового. Миколаевич каже, давай возьмем среднего, ну, чтобы вес был плюс-минус. Хотя, они все хорошие, дебиленькие, ну, а это взяли, два вивка сидят. Короче, вот так. По свинкам, по свиноматкам нашим, а ну, по свиноматкам не продаем. Чего не продаем, бо это свиноматки уже все, 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 не мои. Сейчас приедет людина одна забере, потом другая и все. И на этом история по свиноматкам ремонтным закончилась. Всех разобрали, кто еще есть, даже людина приедет забрать, отдал полностью за нею гроши, а есть, людина дала предоплату и все. Сказали, там, до какого числа подержать и там дороблять место и приедут забрать. Поэтому по свиноматкам а-ля ведер еще не ма уже. Я не понимаю, час усиливали, звонки по свиноматкам. Стас, купить свиноматок, что, как можно приезжать? Я ж раньше, выпускал видео. Ну, вы же надумали позвонить, что так и так. Конечно, людей же много смотрится, позабирали и все. Оцей больший, чем мы сегодня убирали. Ось оцей больший. Сейчас я так покажу. Ось. Ось, для него оцей больший, чем мы сегодня убирали. Набагато больший. Ну, и цей примерно такой же. Вот вам 7 месяцев и один день. Видите, какой результат. Ну, а цена, напоминаю, полтора месяца разница. То есть, через полтора месяца и здесь. Такие сами и ци будут. Мы думали, как. Я хотел сначала, думаю, хай даже ци тут будут, а я клетку беру, чтобы этим было свободно. А Миколаевич говорит, мы потом не вытянем его. Мы сегодня и так помудохалися с выворкой, пока вытянули. Кажем, мы не вытянем, а сами они не идут. А представьте, вот такая грава будет бегать. Мы физически не сможем его отдельно вытянуть. Поэтому ну, трошки уже перебьются. Уберем. Сейчас открыли сезон. Поубираем оцех там за месяц и все. И потом отпустим оцех на свободу. Еще, короче, потерпят трошки. Еще место есть. Не так, что не скажешь, что прям места нет. Место есть. Ну, уже, как я утром заходу и они все лежат отдыхают, а то полностью как ковер. Нема свободного. Ну, ничего. Я вижу, у людей их хуже много. То есть, вот так. вода уже нема, надо воду набирать. О, воду надо подключить, сейчас набрать. Я как-то и забыл. Свинки у меня уже на корм у них такой, ну, обычный, простий, неоткормочный, чтобы они не росли. ими. Короче, вот так, друзьяки. Все тут у них красота, отлично. Я почему это все снимаю? Потому, чтобы вам показать, что то, что я сказал, оно все подтвердилось. то же я говорю, что будет 7 месяцев нормальный результат, если нормальная свинка, нормальная порода, нормальный корм. Ну, это 190, 210, это как бы норматив. А Миколаевич мне говорит, Стас, а прикинь, сколько оно было в год? Я говорю, а в год, еще до года 5 месяцев. Вот и получается, что еще минимум, минимум, я думаю, больше 130 кг оно набрало. Ну, так, как я и сказал, нормальный результат, если это в зиму поднялось, то за год 340, 350, это нормально, это не ого, а, ого, это обычное, как и должно быть. Сколько дней в году, сколько примерно килограмм, плюс, минус, 15-20 килограмм. Все нормально. Вот это же таки сами будут. Сейчас пройде полтора месяца, они накидывают на себя по 30-40-45 килограмм, и это вам таки оно и будет. Они сейчас уже не маленькие. О, сделлюсь, оцей так вообще шикарный, чуть-чуть меньше до того, он, то и стоит, а ось цей, ну, чуть-чуть меньше. Так что вот так, друзьяки. Все сделали, все заважали, вам показали, переходьте, подивитесь, и сами потом. Также спрашивают по корму. Стас, чем ты кормишь? Давай рационы, давай таблицу, поделись. У меня немає ничего такого, как вы думаете, что какие-то специальные корма. Идет все у меня обычные зерно-отходы грязные зерно-отходы, соевая макуха и премикс. Это иди на старте. Перехожу так на гровер и все, а потом даю просто, ну, сейчас закончилась уже у меня черная макуха, просто пшеница и черная макуха. Ну, оно уже на финише, как бы, и не надо, ничего особенного. Так что-то так. Ось эти отходы, что я ними кормлю, это мы проверяем камни. Ну, грязненькое, ну, что, грязное, видите, якое. Дуже, оно еще и на камеру не передает, якое грязное. Грязное, я жалую, что я это взял 20 тонн, ну, а куда диниться уже. Просто я сам лоханулся, надо было их не брать и не связывать, взять дорожче надо было. Привезли и все, не, поперси, туда, ну, то таке уже. Ну, а это хорошие отходы, это я у нас брал, тут по месту шикарные, а там под низом пшеницы два, тут, а вот начинается уже чистая пшеница, один зелок, и там первая машина в самом моем тоже, 6 тонн, по-моему, чи 7, я уже не помню, выкидывали, так что-то так. Вот, это же, друзья, и самая большая проблема сейчас, которая у нас стоит, это дробление. Дробим, 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 дробим. Я думаю, дай Бог, проведем 380, купим ДКУшку цемодняву, купим нормальный кормозмешиватель и оно само будет брать, дробить, и на весах стоять, только контролируй, досыпай, что надо, и оно все мешает, и все. И эта проблема, что самая важная, на данный момент пропадет. Потом продаю свои крупоружки, у меня есть 2 маленьких крупоружки, ну, одна моя, та, что, кто помнит, самая первая. Кто-то кашляет, наверное, глисты выходят. Одна, самая первая, та, что я еще, как только начинал, кто помнит, и одна у меня есть еще моего тестя, тоже ее годил, не знаю, 20-ти крупоружки. Ну, он все годы нею только пользовался. А мне не та, не та не надо, так что буду продавать. Также буду продавать видеокамеру. Кто там так кашляет? Чи подавилось? Кто так кашляет? Кто у вас тут так кашляет? Это что-то из малых. Может, может, что-то из-за чего-то. Как раз подъедают, будем насыпать. Короче, также буду продавать видеокамеру Sony, HDR, HDR, AS300, ну, вот та моя Сонька, что я купил себе колесо. Була у меня беленькая такая. Сейчас я на другую камеру уже снимаю. Чего я продаю и так же продам еще у меня гриндер. Гриндер только не цей мой, что мне подарили, а продам свой старенький, что я не пользовал. Ну, так он для ножей, для заточки супер, он слабоватый. Для выборов таких всяких слабоватый. Ну, я потом покажу, что буду продавать. Хай это все пособираю в одном месте, чтобы вам показать. Короче, две крупоружки, камеру и гриндер. Это, что буду продавать. Это, оно реально мне, ну, уже оно лежит и все, я ним не пользуюсь и не буду пользовать. А эту крупоружку, что сейчас я не сделаю, то оставлю себе. Вдруг, что будет, снова и там какая-то проблема, а то тоді уже, короче, будучи включать, бо там тоже, я вчера передивился, ножи, там попала гайка туда, я подивился, о, как раз взглянем, кто кашляет. Подивился, там попала гайка и там уже ножи износились, надо, короче, ножи, а их перевертать уже и смысла нема, наоборот, воно там по длине тоже износилось. Потом, как будет, уже новая у меня ДКУшка, размешивать, я тогда тут розберу ножи и закажу новую ножи, поставлю, и хай будет. Бо вдруг, что, с новым не получится, то, короче, чтобы хоть кто пока старый там перебиться, ну, знаете, всяко бывает. И также еще одно, что у меня, яке до вас питание есть. Кто из вас в курсе дела? Сейчас я покажу. Кто из вас в курсе дела? У меня мойка моя, ну, все вы ее повните, я показывал, робил обзор, мойка, штиль, как она называется, штиль, Ре-100, вот она, не включается, короче, робила, робила нормально, я ее, ну, выключил, что еще, решил перенести, выключил зрозетки, включил, и уже нажимаю кнопку, а вона и не включается, все. Та ой, даже сейчас можно проверить. Один раз таки было, литом, ну, включилась, після того, минут 10-20 прошло, включилась, а сейчас уже все. Все, вот видите, и на кнопку даже света не идет, то же кнопка была, подсвечилась, и света на кнопку не идет, короче, мойки, не знаю, надо шукать, кто разбирается в мойках, и отдавать ее в ремонт. Вона не перемерзала, ничего, то есть тут тепло у нас, и всегда векно было открыто, это я сейчас закрыв, сквозняками его им не было. Короче, вот так. вот тут не видно, что они там, там бежать. И вот это же старая кинулись оцей вимовать, а вона уже всего не включается. Хотела размочить, хорошо вимить его, ну, знаете, как поподболивать стены, все повиметать, порозмачивать, побелить, продезинфицировать, так сказать, автошампуню цією пеной, а мойка не включается. Вот тут таки у нас щеля. Не знаю, что воно, ну, дивился в интернеті, что вроде бы там якийсь есть такий, типа, как перемикач, и воно, ото, короче, как замыкает, включается, как отмикает, не включается, и вот оно, наверное, что-то там с тем датчиком, короче, навернулось. Вот тут таки дела. Погодка у нас, я подивился и наперед, и просто шикарно. Там на неделю дивился, ночью 0, минус 3, а днем плюс. Ну, така, плюс 2, плюс 5, даже, койди, плюс 10. Вот так почти зиму и пережили. Ангар не упал, бачите, стоять. Там тоже тент сработал всю зиму, ни где ничего не наметал, шикарно. Все хорошо, дров еще много, я думаю, то тих уже не будем пылять, хай уже на зиму потом приготовимся. Планев, что я хочу, вот так много чего хочу делать, дороблять, перероблять, ну, то уже буду показывать по мере самой работы. Короче, всем спасибо, всех поднял, обнял, слеза пешла. Пока.